Добро пожаловать, господа, в очередное кулинарное путешествие вечернего шоу. Вы знаете, в детстве мне посчастливилось знать одну пожилую даму, отец которой был репрессирован советской властью как буржуазный элемент. Она была бабушкой девочки, с которой я дружил. И вот эта бабушка была абсолютно не похожа на других бабушек, которые жили в доме, где я был частым гостем. Ходила она, гордо вздёрнув подбородок, никогда не повышала голос и запоем читала романы на французском языке. Позже я узнал, что Нина Леонидовна училась в знаменитом Смольном институте благородных девиц. Так вот, от неё я в пионерском ещё возрасте как-то услышал слово, которое, увы, до сих пор ни от кого не слышу. Позвольте, молодой человек, перед десертом предложить вам антраме. Давайте разберёмся, что это такое. В переводе с французского антраме дословно значит между блюд. Это закуска, которую подают перед десертом, чтобы освободить рецепторы от вкуса основного блюда. Ну, как бы перевернуть прочитанную кулинарную страницу и начать новую, теперь уже сладкую главу. В качестве антраме французы часто подают сыры, но если следовать древним традициям, это должна быть небольшая порция какого-либо нетяжёлого крупиного или овощного блюда. Поэтому, господа, предлагаю приготовить крем-вишуаз-глассе. Звучит гламурненько, а представляет из себя это блюдо антраме холодный крем-суп из картофеля, лука из сыра со сливками. Французы его просто обожают. И, конечно, напридумывали этому супчику серьёзную биографию. Одни будут доказывать вам, что автором супа-вишуаз является никто иной, как король Людовик XV, который его якобы лично как-то изобрёл на охоте из того, что нашлось под рукой. Но другие будут ссылаться на личного повара императора Наполеона III по имени Жюль Гюфе. Но в действительности автором супа крем-вишуаз-глассе является француз Луи Диа, который подал его посетителям ресторана-гостиницы Ридс Карлтон, внимание, в 1917 году. В принципе, не так уж и давно. И случилось это в Нью-Йорке, между прочим. Вот что Луи Диа рассказал одному американскому журналу, вспоминая своё беззаботное детство, проведённое в городе Виши. «Летом, спасаясь от невероятной жары, мы часто ели луковый суп, запивая его холодным молоком. Ничего лучше я в своей жизни не пробовал. Этот вкус я и постарался воспроизвести». Итак, что потребуется для того, чтобы воспроизвести этот вкус на вашей кухне? Пол-литра куриного бульона, 200 граммов лука порея, 50 граммов репчатого лука, граммов 150 картофеля, 50 граммов сливочного масла и жирных сливок, грамм 100. Ну и добрую пригоршню любого твёрдого натертого сыра. Как это всё нужно приготовить? Овощи нужно очистить и вымыть, порей, только белую его часть, только белую, нарезать полукольцами, репчатый лук мелкими кубиками, картофель тонкими ломчиками. В кастрюле нужно растопить масло, всыпать туда два вида лука, потушить под крышкой 10-12 минут. Овощи должны стать мягкими и прозрачными. Следите, чтобы лук не пригорел. Если лук пригорит, всё, выкидывайте суп, вишуас не получится. Ну а затем нужно добавить картофель, перемешать, влить бульон из курицы, тушить под крышкой минут 15, периодически помешивая. Потом посолить, добавить немного молотого белого перца, влить сливки, прокипятить 3-4 минуты, добавить тёртый сыр, перемешать и остудить в холодильнике. А затем превратить в пюре, или, как говорят французы, в крэм-гляссе с помощью блендера. Разлить по тарелкам и подать на стол в качестве антреме после основного блюда праздничного стола. Поверьте, господа, этот холодненький крэм-гляссе вишуас очень грамотно осадит всё, что вы в себя накидаете во время праздничного ужина в День Благодарения. Так что дерзайте, приятного вам аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok